на мой взгляд это не была история примирения большая проблема когда вы пытаетесь сжечь кучу бумаги обрывки взлетают в небо людей озаглавливали только первой буквой фамилии гражданка к такие вот безликие объекты в тот час ноль не было ни в чем не повинных масс которые ничего не знали не делали и всегда были типа не при делах в те моменты когда меня как-то совсем одолевает пессимизм я начинаю думать что тут вылечить может только время должно сперва воцариться забвение мы в берлинском районе лихтенберг десятилетия этот комплекс панелек был самым недоступным местом в германии местной лубянкой здесь в этих кабинетах сидели те чьи главной задачей было надзирать и наказывать отсюда гдр устраивал слежку за неугодными место где чуть больше 30 лет назад царила диктатура и репрессии пока 15 января 90 года штаб-квартиру штазе не взяли штурмом тысячи протестующих немцев а некоторые из них когда узнали о планах засекретить все архивы на ближайшие 30 лет месяцами сидели у входа и устраивали голодовку из главного места несвободы в тогдашней германии наше сегодняшнее видео мы находимся в музее штазе в лихтенберге здание номер один прямо посредине бывшего комплекса службы госбезопасности 100 метрах отсюда расположен большой комплекс бывший 12 департамент штазе на дворе стоял 1984 год что немного иронично если вспоминать о книге джорджа оруэлла так вот в 1984 там был создан центральный архив и в нем хранилось 45 километров бумажных документов а еще более 60 километров было филиалах штазе в восточной германии ну то есть в сумме более 111 километров файлов я читал что у штазе было более или менее подробное досье почти на каждого второго жителя гдр ну если не считать детей а только тех кому было 18 то ну да примерно так как и почти на все вопросы о деятельности штазе ответить на этот вопрос не так просто по нашим оценкам было около 6 миллионов персональных досье но в это число входит и досье на некоторых граждан западной германии или нидерландов в гдр насчитывалось 13 миллионов взрослых всего 16 с половиной миллионов наполовину были закрытые досье например на моих маму с папой тоже если вы загляните например вот в этот шкаф то слева вы увидите тогдашние регистры где хранили папки с документами ну и общем если посчитать их тоже то на всех вместе насчитывается около 12 миллионов досье это почти все взрослое население гдр к 89 году я когда это слышу мне интуитивно возникает вопрос а у современных разведывательных служб например в европе примерно такой же пласт информации о гражданах это конечно очень интересный вопрос можно предположить что при использовании современных цифровых методов хранения генерируются гораздо большие объемы данных надо просто понимать что большая часть данных которые были у штазе была записана на бумаге вручную на печатной машинке или писалась на дискеты или магнитные ленты в архиве штазе хранилось всего-то 54 мегабайта сегодня это просто одна качественная фотография 54 мегабайта и для этого штазе раньше требовалось физическое хранилище объемом с небольшой холодильник сегодня у любого 128 гигабайт на маленькой флешке это позволяет предположить что хранить гораздо большие данные сегодня легче насколько я знаю на каждые 60 жителей гдр приходится один сотрудник секретной службы даже в ссср в соотношении было в 10 раз меньше значит это что власти гдр в 10 раз больше опасались за свой статус-кво чем советский зачем нужно было так много шпионов вы правы в пересчете их было больше чем например советском союзе я бы не сказал что это из-за того что режим боялся не думаю что это был страх в том смысле в котором мы его понимаем это скорее был умысел за этим стояло намерение осуществить политический план который в то время понимался как воспитание человека в духе социализма построение того самого социализма эту образовательную концепцию нужно было как-то внедрять и контролировать это безусловно восходит еще к традициям времен ленина эта идея контроля над всем это было в природе вещей если вы стремитесь воспитывать людей вплоть до деталей частной жизни как он должен любить как должен воспитывать детей как работать сколько денег должно быть могу ли я владеть землей какие ценные вещи могут быть у меня в шкафу если все это является частью образовательной концепции то рано или поздно возникнет вопрос как мне все это контролировать поэтому я бы здесь скорее сказал что этот чрезмерный аппарат контроля является не проявлением страха об выражением конкретных политических намерений здесь у меня как раз тоже вопрос а каким образом проверяли на лояльность самих сотрудников штазе их же было очень много но тут нужно сделать шаг назад и посмотреть на то как была устроена политическая система я бы использовал термин тоталитарная система попыток исследовать такие системы было предпринято довольно многое примерно со времен хана аренд ну то есть как минимум со времен национал социализм и тут мы вынуждены вновь вернуться к вопросу воспитания в нем воспитание участвуют различные организации и структуры это означает что люди были частью различных организаций от рождения до самой смерти я тут кое-что принес вам показать вот смотрите пожалуйста вот она основа социалистического воспитания членство массовых организаций это кстати мои собственные удостоверения личности я сам вырос в гдр и когда был подростком лет в 15 я состоял во всех этих клубах тут организация гдр-овской молодежи общество спорта и техники спортивные организации рыболовные клубы и во всех этих организациях был контроль воспитание понукание продвижение образование конечно же тоже вот это все там и происходило и именно так запускался механизм этой системы поэтому когда вы спрашиваете а кто контролировал контролеров коллектив во главе социалистической партии которая в свою очередь располагала методами специальными людьми сотрудниками службы безопасности чтобы все эти задачи выполнялись то есть по сути штазе это лишь малая часть той вселенной институтов которые варились люди профсоюз гдр насчитывал более 10 миллионов членов в партии насчитывалось более двух миллионов сотни тысяч состояли в секциях единоборств в молодежных организациях миллионы вот оттуда и велся общественный контроль встречи инструкции повышение квалификации наказания выписывания благодарности это же целая система каково лично вам было расти в такой системе ведь она как вы говорите построена по принципу самовоспроизводства и она тотально во многих отношениях какой была эта жизнь тут небольшое примечание к моим предыдущим соображениям я бы все-таки уточнил что тотальный контроль невозможен ни при каких условиях ну вы просто не сможете полностью контролировать и вмешиваться в интимные личные отношения людей семью любовные отношения надеюсь я не слишком наивен когда все еще верю в это смотрите я вырос в деревне в сельской местности и ну скажем так было здорово было и так себе потому что наверное были моменты когда я был очень рад что меня вознаграждали хлопали по плечу говорили какой ты молодец хорошо поработал принес домой награду была ведь и другая карающая рука в то время воспитание было довольно жестким в школе за неправильное поведение тебя наказывали и тогда были дни когда было очень грустно когда я плакал ощущал себя безнадежно я вот только недавно понял насколько на самом деле важно что происходит с детьми в этом возрасте моя мама только несколько лет назад мне рассказала что будучи малышом в ясле в гдр а детей почти в младенческом возрасте сразу отдавали в учреждение что за первые три года жизни когда я еще сидел в кроватке не было ни одного дня чтобы я не кричал когда она приводила меня туда или забирала представьте себе что ребенок проводит несколько лет день за днем вместе куда он не хочет идти откуда он хочет поскорее сбежать не вдаваясь в обобщение для большинства гдр это все-таки было хорошим временем или страшно я имею для тех кто до сих пор жив но застал эту жизнь тоже если бы вы задали этот вопрос 16 миллионам человек вы наверняка услышали бы 16 миллионов очень разных историй когда вы молоды вам часто легче чем старости поэтому конечно если вы спросите пожилого человека кому сегодня 70 80 лет конечно они вам скажут что это было замечательное время они были молоды влюблены возможно не было такой привязанности конкретному месту не было грузоответственности все были здоровы красивы сильны все веселились пла девушка был парень купаться ходили летом понятное дело что существовала совершенно нормальная жизнь при этом была диктатура которая в любой момент могла все перевернуть вашей жизни потому что разумеется что ощущение защищенности было полной иллюзии и человек у кого не было негативного опыта и кто впоследствии тоже не сильно хотел открывать для себя эту правду что в тот момент когда он дал нормальную жизнь гдр двух километрах от него горбатились сотни политических заключенных на принудительных работах в тюрьмах человек который игнорировал это тогда предпочитает не думать об этом и по сей день конечно он скажет вам что гдр это было хорошее просто замечательное время в его жизни я гулял с детьми в трептов парке у мемориала там я встретил моего давнего школьного друга макса кирхнера мы вместе пошли к нему домой и до самого вечера слушали музыку у него есть телефон можете ему позвонить он вам все подтвердит я могу дать вам его тут у нас выставлены некоторые примеры всякой шпионской техники жучки которые использовались для прослушки в квартирах на работе или даже в гостиницах вот эти микрофоны их можно было перекрасить конечно тоже аккуратно подложить под плинтус например в квартире или вшить в мебель ну и таким образом настроить аудиопередачу принцип понятный эта штука передает звук что здесь примечательно это микрофон фирмы зенхайзер это западная марка ну то есть штази использовала в своей работе западные технологии а как они просто выкрали ну да просто купили ну и для сотрудников штази не было проблемой доехать до западного берлина погранконтроля с западной стороны для них не было поэтому взял себе сел на s-ban доехал до западного берлина зашел по пути в универмаг и купил коробку микрофонов вот и все сотрудники штази которые вели прослушку просто сидели целый день переставляли аудиокассеты ну а потом то что было записано на жучки сидели прослушивали специально обученные люди они усиливали звук чтобы лучше было слышно применяли уже тогда всякие там технологии шубоподавления а дальше все что разобрали записывали и в конце все превращалось в бесконечные протоколы и на основе таких записанных разговоров потом могли быть сфабрикованы обвинения против людей ну и еще информация использовалась например чтобы начать манипулировать распускать слухи о ком-то например по статистике в гдр сажали по несколько тысяч человек в год если исходить из 16 миллионов жителей это довольно мало несколько тысяч арестов это имеется ввиду тех которые производили только органы госбезопасности штази особенно в 70-х и 80-х годах партия стала пытаться активно отказываться от того чтобы решать свои проблемы через суды или тюрьмы вместо этого они пытались использовать полицию таможню администрацию всякие скрытые методы чтобы расколоть группы протестующих и заставить людей замолчать чем больше гдр пыталась сохранить свою репутацию на международном уровне чем больше вынуждены были принимать во внимание запад тем больше конечно они пытались использовать менее очевидные методы есть даже такая специальная фраза в актах штате держать всех в неведении относительно цели запланированного грубо говоря что-то происходит но они не должны заподозрить почему это происходит они должны понимать почему это происходит с ними и почему это происходит именно в этот день и с кем еще это произойдет короче говоря как только не пытались скрыть ответственность скрыть свою причастность в общем всевозможные манипуляции все довольно типично особенность штази в том что они всегда старались все архивировать как вы отвечаете для себя на вопрос почему они так старательно вели учет своих же преступлений. Они же ведь реально хранили все до последнего, пока их архивы не взяли штурм. В глазах органов безопасности и в глазах партии эти вещи не были преступлениями. По их мнению, это были необходимые меры. С их точки зрения, это преступники. Контрреволюционеры, ревизионисты, враги, иностранные агенты. Ну, преступники, короче говоря. Да еще и управляемые за границей. Нет, они утверждали, что действуют в интересах истории, что принятые ими меры были справедливыми, законными, необходимыми для достижения исторической цели, о которой, конечно, ведомо было только им самим. И то, что они по этому поводу писали протоколы, ну, что, просто административные документы, не более. Они просто документировали свои действия, все по плану. Этим и занимается обычно бюрократия. Она фиксирует, кого, когда, где, что, как долго, почему, какой ценой. Записи ведет. Правда, есть одна важная деталь. Что они не записывали, так это свои откровенные преступления. Убийства, похищения, отравления. В общем, все, что было откровенной уголовщиной с их стороны. Даже если когда-то записывалось, то часто это уничтожалось позже. Особенно в конце 89-го года, чтобы скрыть следы. Ну, а часто просто ничего не возникало, никаких доказательств на бумаге с самого начала. А было же много агентов из восточной Германии, которые были завербованы западными спецслужбами. Какая судьба у этих двойных агентов? Были случаи, когда таких людей надолго сажали в тюрьму, сурово наказывали или даже приговаривали к смертной казни. Их, как власти, это пытались мягко сформулировать, казнили. По факту обезглавливали. В ГДР еще была гильотина. Людей казнили вплоть до 68-го года. Серьезно? Да, казненных было суммарно чуть больше ста человек. Но большинство, в первую очередь, не по политическим мотивам, это были люди с психическими расстройствами, убийцы, организованная преступность, но были среди казненных и агенты тоже. Или люди, которых просто обвиняли в шпионаже. Как правило, нужно понимать, что всегда шпионские дела были делами международными. Точно так же, как и сейчас. Этому бизнесу, если можно так сказать, уже много лет. И все, кто занимается шпионажем, конечно, заинтересованы в том, чтобы у этого бизнеса было будущее. Это означает, что если одна сторона начнет убивать всех пойманных ей шпионов, то она должна понимать, что ее собственных шпионов другие тоже начнут казнить. Поэтому сложилось такое неписанное правило, что пойманных агентов использовали в качестве товара для бартерных сделок. И некоторые такие сделки были крупными обменами, которые включали даже не две, а несколько стран-участниц. И такие обмены происходили в том числе например на знаменитом мосту Глиннкер-Брюкер. Вопрос всегда заключался в том, признает ли ГДР или США, что это был именно их шпион. Потому что понятно, что в тот момент, когда сторона берет ответственность, тот человек оказывается под защитой, как агенда. И дальше он надеется на обмен. Но был ряд случаев, особенно в ГДР, в начале 50-х годов, 60-х, когда западная сторона не признавала себя. И люди получали смертный приговор или проводили долгие годы в застенках. Не стоит забывать о том, сколько людей передали советским властям. Их вывозили и отправляли в Советский Союз. А дальше они просто пропадали без вести в лагерях. У меня вопрос об операциях штази за рубежом. Потому что, насколько я знаю, после 73-го года ГДР имела возможность иметь свои посольства в разных странах, потому что ее признали ООН. И это стало поводом проводить еще больше операций за рубежом. Зачем режиму нужно уничтожать людей и каким-то образом получать информацию от тех, кого больше нет в стране? На самом деле, они же не представляют больше опасности. Они уже не здесь. Смотрите, вплоть до 60-х годов совершались сотни похищений. Суммарное число похищенных где-то под тысячу. И это только учтенные. О реальных цифрах можно только догадываться. Людей в ГДР действительно выкрадывали. И некоторых из них затем передавали советской оккупационной власти. А дальше они просто пропадали. Это сегодня мы уже знаем, что их на самом деле всех расстреливали в Москве, на Лубянке. Так вот, в числе похищенных было несколько сотен беглых сотрудников в штате. Тех, которых нашли и силой вернули назад после побега. Некоторых из них затем убили. Похищали, конечно, и людей, кто оказывал сопротивление, находясь в Западной Германии, тех, кто организовывал или поддерживал сопротивление в ГДР. Закончилось это только когда социал-демократы в Западной Германии начали так называемую новую восточную политику. А такие методы теперь начали мешать общей концепции политики-разрядки. Поэтому от похищения отказались. Мы находимся в главном здании собрания Министерства госбезопасности. Офис главы штази Эриха Мильке находился по соседству. Здесь проводились разные встречи и здесь же принимали гостей на мероприятиях. Мы тут, кстати, документируем дело Лотера Эрвена Люцца, его жены, которые по поручению ГДРовских властей шпионили за правительством Западной Германии. Позже их арестовали, они угодили в тюрьму, но потом их обменяли на других шпионов. И тут их встречали цветами и медалями. Ровно так же было и в случае с Гюнтером Гийомом. Когда Вилли Брандт подал в отставку, у этого было, конечно, много составляющих, общая политическая ситуация, давление, под которым он находился. Но все же непосредственным поводом стал именно случай шпионажа Гийома. Гюнтер Гийом был личным помощником Брандта. Правда, по сей день спорят о том, насколько был важен этот шпион, какую конкретную информацию он успел предоставить штазе, будучи в окружении западного канцлера. Некоторые говорят, что случай с Гийомом целиком переоценен. Но это дело было громким. Да, и основная взрывная мощь была в том, что у шпиона был прямой доступ к канцлеру. Он его даже с собой в отпуск брал. Когда Брандт уезжал на летние каникулы, Гийом держал с ним связь. Штазе этим, конечно, хотело продемонстрировать. Смотрите, мы в самом центре власти ФРГ, за спиной у канцлера. Мы почти в его семье. Если мы захотим, мы будем где угодно. Но вообще-то, на самом деле, за закрытыми дверями дело Гийома было страшной катастрофой для Штазе. Это был полный провал. В западной стороне утекли знания о том, какие приемы применяет Штазе. Как именно они внедряют агентов. Как они приближают этих агентов к нужной им цели. Они же узнали все о том, как это делал Гийом. Он бежал с востока, открыл табачную лавку на западе. Это была целая модель. И на одном примере внедрения агента вы можете плюс-минус разгадать общую модель поведения. Штазе пало в январе 90-го года. Расскажите о том, что происходило в те дни. Резолюцию о распуске госбезопасности приняли чуть позже. 31 марта 90-го. А 15 января, скажем так, это дата, когда было принято решение о том, что Штазе будет распущена и что ей ничего не придет взамен. До этого у лидеров ГДР все же существовала идея создать какую-то еще новую систему. Ханс Модров пытался сделать так, чтобы Штазе продолжил работу. У нас в музее есть даже в качестве экспоната удостоверение личности структуры преемника Штазе. Но нет, не вышло. Ну а 15 января 90-го все происходило прямо тут, во дворе. В здании уже находились члены гражданских комитетов из других частей ГДР. То есть штаб-квартира Штазе уже была занята, если можно так выразиться, потому что на самом деле это были всего пара десятков человек на участке площадью бог знает сколько гектаров. А на той стороне, на улице, заревала демонстрация. И там люди еще не знали, что в здании уже гражданский комитет. Претестующие были настроены полностью остановить работу Штазе. У них были с собой булыжники. Вот тут это видно. И они это называли забаррикадировать. То есть они не собирались брать это здание штурмом. Никто даже не собирался этого делать. Я в то время был подростком в Магдебурге. Если я правильно помню, люди не были настроены вламываться, сжигать, разрушать. Совсем нет. Такой атмосферы в то время вообще не было. А чего они тогда хотели? Они просто хотели, чтобы Штазе перестало работать. Хватит шпионить, перестаньте прослушивать телефоны. Хватит. Люди уже заметили, что они начали избавляться от актов. Сжигают архивы. У некоторых отделений люди видели дым. То есть народ хотел закрыть Штазе, прекратить шпионаж. Но и защитить архивы тоже. Это было очень важно. Так вот, затем, в тот день, возникла странная ситуация. Внезапно, когда стемнело, у ворот раздалось громкое скандирование. Откройте ворота, откройте ворота. Кто-то бросился успокаивать толпу. И затем, где-то 18.00, ворота внезапно открываются. Их открыли изнутри. И, ну подумайте сами, что бы вы сделали. Вы стоите перед штаб-квартирой секретной службы. Внутри здания кромешная темнота. И вы понятия не имеете, что там вообще происходит. Куда вы пойдете? Туда, где горит свет. Ровно все те же лампы, что горят здесь сейчас, горели и тогда. Они были включены. И еще включены были огни в центре снабжения. Если вы посмотрите направо, вот на ту здоровую коробку, там горел свет. Там размещался супермаркет, универмаг, парикмахерская, книжный магазин там был. В общем, торговый центр. Как бы мы сейчас сказали, штази мол. Это смешно. Штази мол там был, да. В общем, люди пошли на свет и зашли в это здание. А дальше показания разнятся. Официальная версия гостелевидения ГДР это были нарушители порядка. Они зашли, начали там все крушить и уничтожать, нанесли ущерб на миллионы. А люди, которые там были, вспоминают, что когда они туда зашли, бумажные обрывки уже слетали с лестницы. Было непонятно, кто туда так быстро забрался и начал что-то рвать. Некоторые говорили, что в помещениях все разрушили до неузнаваемости, явно за очень короткий промежуток времени до этого. По сей день вопрос остается без ответа. Был ли погром устроен заранее? Был ли это инсценированный погром? Такая своего рода прощальная спецоперация штази по дискредитации мирной революции. Потому что, кто бы мог подумать, на следующий день газета «Новая Германия» пишет, сторонники переворота, как их тогда называли коммунисты, окончательно потеряли стыд. Вы серьезно? Там всего-то стекло побили и газеты разорвали. Ну, не прям ужас. Возможно, они надеялись, что в ту ночь случится что-то похуже, что там пострадают люди и что тогда историю о якобы погроме можно будет выгодно продать народу. Мол, смотрите, сейчас придет все западное, а вместе с ним хаос, убийство и все прочее. Поэтому, что нам нужно правильно штазить? Так что, это был очень интересный день в истории, многое остается загадкой по сей день. Но, так или иначе, именно в тот день люди впервые за несколько десятилетий проникли на эту территорию и провели демонстрацию, чтобы показать «Ваша власть сломлена». И на стене было написано «Нам надо покончить со штази». И это уже была точка невозврата. Неужели за штази никто не вписался? Почему партия не стала бороться за своих чиновников? Это очень интересно. Есть одна интересная аудиозапись. Нужно понимать, что такие высокопоставленные партийные чиновники, как Эгон Крэнс, должны были подчиняться комиссии по партийному контролю. Заседание этой комиссии происходило в центре города. Крэнса тогда заставили прождать 8 часов. Затем в полночь ему разрешили войти. И велась запись этого допроса по старой коммунистической традиции. Мы помним принцип критика и самокритика. Записи, кстати, недавно опубликовали. Сейчас вряд ли они кому-то нужны, а вообще-то говоря, крайне занимательная штука. Крэнс выступает на допросе и рассказывает про тот период. Декабрь 89-го, январь 90-го. Есть отрывок, когда Эгген Крэнс говорит, в тот момент нам было важно, чтобы... И тут кассету заклинивает. Отрывка его речи не хватает. Непонятно, сколько пропущено, но дальше включается снова, и он говорит о чем-то совершенно другом. Очевидно, кассету испортили. Так вот, Грегор Гизи, Маркус Вольф из западного департамента штази, Бергхофер из Саксонии, Ханс Модроу и другие партийные лидеры сидели вместе и плели интригу. Они хотели, ну, скажем так, спустить всех собак на штази. Мол, это они во всем виноваты. Кто-то должен был оказаться виноватым, и очевидно, это не могла быть партия. Но кто-то должен, но не партия. А дальше мы себя переназовем, переименуемся в ПДС, в партию демократического социализма, притворимся новой партией. Мы привлечем в партию молодежь, каких-то стариков выкинем, и выкинем тех, кто был виноват. И я думаю, что сотрудники штази, ведущие чиновники, прекрасно понимали, в какую игру они сели играть. С одной стороны, они привыкли принимать решения самостоятельно, без приказа партии. И я подозреваю, что у них уже не было никакого желания в этом участвовать. Потому что близок был тот час, когда даже глава правительства ГДР Модроу начал активно рассказывать о шпионах штази. Никто из партийных чиновников тогда и представить себе не мог, что их начнут называть шпионами. Раньше они были просто патриотическими силами. Сейчас мы в бывшем кабинете министра госбезопасности. Здание передали в пользование в 64-м и по ноябрь 89-го года здесь заседал член политбюро, министр госбезопасности Эрих Мильке. Пока за окном были протесты, в этом помещении же, наверное, пытались уничтожить все улики. А никто не знал... Это, кстати, вопрос, на который я пока не могу себе ответить. Знали ли десятки тысяч жителей, кто участвовал в демонстрациях о том, что именно здесь на втором этаже сидит Эрих Мильке. Даже сотрудники штази и то не знали, где его офис. На дверях не было никаких табличек. Я разговаривал с сотрудником госбезопасности, он мне говорит, я проработал здесь, в этом здании пять лет. Мы сидели в той комнате. Я спросил, а что там на другой стороне улицы? Он говорит, я понятия не имею. Я никогда не видел эти двери открытыми. Интересоваться было запрещено. Ну, уже хотя бы поэтому можно было распознать. Ну, разговоры ходили, да. Здесь потом все было опечатано. И только в декабре восемьдесят девятого года военный прокурор обыскал это место. На нашей выставке мы как раз показываем фотографии обыска, когда все шкафы вычищали. Правильно я понимаю, перед опысками сотрудникам штази все-таки удалось уничтожить довольно большую часть архивов. Они просто все пропускали через шредеры, так что потом приходилось просто вручную соединять измельченные кусочки бумаг, чтобы восстановить свидетельство. Это правда было так? Да, уничтожать бумаги они начали еще в ноябре. Их действительно засовывали в измельчитель. Например, вот тот, который там стоит, классический, для бумаг А4. Вы примерно себе представляете, сколько времени требуется, чтобы уничтожить одну страницу? Ну, три вы еще можете засудить, но 30 уже нет. Он просто мгновенно засорится и перестанет работать. Так и произошло. Эти шредеры довольно быстро сломались. И тогда сотрудники штази отправились в западный Берлин и скупили в магазинах просто все шредеры, которые нашли. Потрясающе. Они реально в спешке покупали шредеры. Все, что смогли достать. У них были наличные западные купюры, но этих скупленных шредеров им не хватило. Только в этом здании хранилось несколько тонн документов. Ну, короче, быстро стало ясно, что все им не уничтожить. Ну, а когда начали разбирать то, что они успели измельчить, там часто просто были удачные случаи, когда порванные акты лежали в мусорке слоями. Ну, то есть, если аккуратно начать разбирать бумагу по фрагментам, то можно было легко восстановить, потому что нужные куски лежали рядом друг с другом. Но по их изначальной задумке разорванные куски еще нужно было сжечь. Логичный вопрос, а почему они сразу-то все не сожгли? Окей, вопрос первый, где вы хотите это сжечь? Да хоть во дворе. Ну, сразу возникнет большой костер. Большая проблема, когда вы пытаетесь сжечь кучу бумаги, обрывки взлетают в небо и приземляются в двух километрах. По всему городу пойдет пепельный дождь. И в штате тоже знали об этом. Об этом было известно еще со времен Второй мировой войны, когда гестапо, вермахт и эсэсовцы жгли свои акты во дворе. Фрагменты этих файлов потом улетали далеко и где-то оставались целыми. Ну, окей, кто-то извне поймет, что на самом деле происходит, но зато они успели бы все уничтожить. Ну вот нет, в Эрфорсе, например, когда об этом узнали, сразу на место приехали люди, привезли мусоровозы, мгновенно заблокировали здание, там такое поднялось, сразу куча звонков. А теперь представьте, вот вы обычный полицейский в конце 89-го года. Вас всю жизнь учили, все с народом, все для народа. А теперь этот народ звонит вам зимой 89-го года и говорит, слушай, ты командир полиции, там сжигают гору архивов, это запрещено по закону ГДР, сделай с этим что-нибудь. И вот ты думаешь, твою же мать, а ведь если так будет продолжаться и дальше, то скоро все может повернуться на 180. А я через 4 месяца вообще-то не хотел бы потерять работу. Они ведь спросят меня потом, о чем ты занимался в этот день. Так что там люди уже начинали думать о собственной профессиональной карьере. В общем, система начала работать против них самих. Абсолютно. Теперь этот же полицейский покачал головой и подумал, пожалуй, разумнее будет встать на сторону народа. Так я хотя бы не лишусь моей карьеры. И внезапно люди начали принимать решения, которых от них просто не ожидали раньше. Изначальный план нового правительства состоял ведь в том, чтобы на 30 лет закрыть архивы. Но потом решение поменяли. Почему? У разных людей были на то разные причины. Государству в таких случаях вообще особо не хочется светить своими протоколами. Власть нужно прямо вынуждать это сделать. А в чем проблема для демократического государства открыть архив? Это же все равно не их вина. Это всегда вопрос власти. Никакое государство не хочет делать это добровольно. Если каждый проходящий мимо сможет заглянуть в архивы госадминистрации, это значит, что администрации больше не о чем сообщать. Как правило, именно так себя понимает бюрократия. Это наши акты, и никто не может в них ссувать свой нос. Защита конфиденциальности и так далее это все да, но основное это вопрос, а кто здесь власть. Власть принимает решения, определяет процессы. И, конечно, она часто не хочет объяснять людям, как принимались решения. А иногда в актах есть вещи, которые могут быть не такими уж презентабельными. Плюс нужно понимать, это была огромная система, в ней участвовали миллионы людей. В тот час-ноль, как его называют, которого на самом деле никогда не было, ну то есть зимой 89-го, не было ни в чем не повинных масс, которые ничего не знали, не делали и всегда были типа не при делах. И не было также и отдельной кучки злодеев, которые их подавляли. Нет, это был гигантский коллектив людей, которые в массе своей так или иначе были частью системы. И так уж интересно сложилось, что большинству людей не очень-то интересно рассматривать свое прошлое. Они говорят, ну что там старое ворошить, давайте лучше заглянем в будущее, оно важнее. Так что тут даже дело не в том, что демократия у вас или тоталитаризм. Я думаю, в любой системе нет большого желания открывать акты. Не было одного момента, когда все дружно такие, ну теперь мы это перешагнули, так что можно открыть все карты. Давайте посмотрим, как оно было на самом деле. Нет, это все тянется по сей день. Что-то скрывают, о чем-то врут, что-то замалчивают о том времени. Это продолжается. Когда открыли архивы, миллионы людей получили доступ к личным делам, в том числе и ваша семья. Что они узнали из этих документов? Часть истории, конечно, заключается в том, что открытие личных дел люди упорно добивались. Люди даже объявляли голодовку. Они хотели, чтобы закон о раскрытии личных досьев включили в договор о германском единстве. То есть, чтобы после объединения Германии каждый желающий мог с ними ознакомиться. За это нужно было бороться. Никто этого делать просто так не хотел. Миллионы людей до сих пор не подали запрос на доступ к своему личному делу. Были даже научные проекты, в которых люди пытались понять, а почему люди не хотят этим заниматься, не хотят заглядывать в свои досье. Например, мои родители много лет не хотели к этому притрагиваться. Мой отец запросил досье только после выхода на пенсию. Моя мама тоже. И это часто было так, потому что, ну, такое путешествие в прошлое, это всегда означает столкнуться с чем-то неприятным. Это вихрь разнообразных чувств. Для многих ничего веселого-то там не было. Взгляд госбезопасности всегда враждебный. Мы стоим здесь перед портретами Ленина и Дзержинского. Это был взгляд враждебно настроенный. Строительство социализма это еще раз, воспитание людей. А это значит, есть несовершенные, в лучшем случае несовершенные, а, как правило, нежелательные, враждебные, отсталые, находящиеся под влиянием противника люди. Ситуация классовой борьбы обострилась, нам нужно быть более бдительными. Даже сам этот язык важен. Когда вы читаете написанное на этом языке, на языке, неприятном вам, антигуманном, ну, конечно, вам не хочется притрагиваться к этим досьям. Людей озаглавливали только первой буквой фамилии. Гражданин Б, гражданка К, С. Такие безликие объекты. Как вам кажется, это все-таки была история примирения? Как это общество функционировало дальше? Как уживались друг с другом те, кто доносил, с теми, на кого доносили? Они же ведь все внезапно оказались в одной свободной стране. На мой взгляд, это не была история примирения. Потому что, чтобы было примирение, люди должны признаться и покаяться. И люди должны желать примирения. А тут ситуация очень сложная. И, как правило, люди-то ни в чем признаваться не хотели. Да и все не так было просто устроено. Мир не делится на виновных и невиновных. Как я уже сказал, были те, кто просто был убежденным идеалистом первую часть своей жизни. Кто был охвачен этим фурором социализма. Кто вступал в партию. Кто писал доносы на других людей. Кто принимал участие в создании всего этого аппарата. И если вы, кстати, например, посмотрите на то, что происходило в Польше или Чехословакии, на процесс Сланского, на этих людей, которых там судили. Что там произошло? С человеком случилась трагедия. Он стал жертвой режима, подвергся ужасному обращению, а потом отряхнулся и встал на ноги. Его реабилитировали. Дали снова выполнять какие-то функции, писать книги. Вы снова часть социализма. И что по итогу? Кем был этот человек? Он преступник. Его нужно судить. Или он жертва. То есть, о чем я говорю? Это двойственное представление о том обществе, как о состоящем из преступников и жертв, оно не совсем верно. А потому невозможно и примирение в каком-то классическом смысле, что вот кто-то кому-то оставался должен, этот долг как бы искупил. Тут все иначе. На мой взгляд, это просто разрушенный, опустошенный социум. 40, а точнее даже 45 лет диктатуры после войны, еще 12 лет диктатуры до этого, они оставили после себя разрушенное социальное пространство. Экономически, психологически опустошенное, материально тоже после войны. Даже в 80-х годах такие города, как Грайфсвельд, Лейпциг, да и Берлин тоже. Коммунизм оставил после себя разрушенные городские кварталы. Целые районы были непригодными для жизни. Разруха в окружающей себя среде и разруха в головах. Поэтому, ну какое там примирение? Это процесс. В те моменты, когда меня как-то совсем одолевает пессимизм, я начинаю думать, что тут вылечить может только время. Должно сперва воцариться забвение. Это работает по принципу «пускай на этом сначала вырастет трава». Поэтому в каком-то смысле никакого исцеления не было. Вы видите, у меня по этому поводу нет эйфории. Я прекрасно это понимаю. Я хотел бы вас спросить, как вам кажется, насколько серьезными были последствия этого, как вы сказали, социального опустошения сегодня, для сегодняшней Германии? Ну вы хотите, чтобы я провел своего рода анализ, дал оценку современности, если это делать, есть риск. Нет, просто как вы чувствуете. Когда начинаешь анализировать, ага, вот это точно из-за этого. Вы иногда как будто рисуете по цифрам, вы соединяете вещи, которые не связаны друг с другом. Что тут причина, а что следствие? Но вообще, я бы сказал, что мы все еще на этапе, когда все только остывает. Все это было, если смотреть с исторической точки зрения, не так давно, 30 лет назад, чуть больше. Возможно, пожар уже не полыхает, но кое-что там еще лежит и тлеется под слоем пепла. Поэтому всему надо время. Плюс еще очень много людей, которые застали то время, живые, те, кто участвовал во всем этом. Так что в Центральной и Восточной Европе то, что происходило, это свой уникальный пережитый опыт. И эти люди застали и пережили кое-что, что незнакомо, вообще-то говоря, жителям Сарланды или Нижней Саксонии. Это просто нужно иметь в виду. Вы лично или ваш музей как-то связывался с Москвой? Архивы КГБ ведь до сих пор закрыты. Мы не занимаемся именно исследованием, но тут, в этом здании, есть и другие ассоциации, например, форум просвещения, и они, конечно, всегда поддерживали контакт с мемориалом, например, или другими обществами, чтобы иметь возможность посетить архивы. И до последнего момента у нас была возможность заглянуть в советские архивы, и многие члены нашей ассоциации пользовались этим. Они успели побывать в архивах НКВД и КГБ. Но те времена давно прошли. И важно понимать, что наши связи были не с государственными учреждениями Российской Федерации, а с правозащитными обществами, с активными людьми, кто пытался пролить свет на историю ГУЛАГа, кто всегда был связан с российским гражданским обществом. Какой была бы Германия, если бы все архивы штата по-прежнему были закрыты? Интересный вопрос. Какой была бы Германия сегодня, если бы если сегодня кто-то начинает следить за кем-то незаконно, ну, человек сразу же скажет, это что еще за штази? Некоторым это уже неприятно так или иначе сталкиваться с методами штази. Это же методы штази. Думаю, это общая культура памяти, взгляд на историю. Историческая проработка коммунизма в Германии началась ведь когда? В 1946 году. Внезапно, да? Потому что уже тогда сотни тысяч людей немедленно покинули советскую оккупационную зону и ринулись на запад. И оттуда писали. В нашей библиотеке есть публикации, сочинения, книги конца 40-х, начала 50-х годов. Люди на западе постоянно о чем-то сообщали. И это все было записано. То есть, по сути, исторический анализ шел параллельно и идет до сих пор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова